Славянские яхтсмены вернулись из морского путешествия в Японию. Напомним, в начале октября сотрудники Центра морской подготовки «Семь океанов» отправились в историческое путешествие на японский остров Цусима. Экипаж яхты «Отрада» поделился всеми впечатлениями от похода с нашей съемочной группой. Центр морской подготовки «Семь океанов» появился в Славянке в феврале этого года. Основная направленность организации в первую очередь – развитие и поддержка детских спортивных секций по водным видам спорта, а также возрождение в Приморье морских исторических походов на яхте. И один поход уже удалось воплотить в жизнь. В сентябре состоялась первая экспедиция на парусной яхте «Отрада» к берегам острова Цусима. Под руководством знаменитого приморского путешественника Леонида Лысенко экипаж отправился в Японию, чтобы почтить память моряков, погибших в Цусимском сражении. Японцы встретили нас очень хорошо, они нас ждали. Для японской стороны этот поход явился тоже знаковым событием. Почему? Потому что в Японии на Цусиме есть даже своего рода небольшой культ Цусимских событий. Но не с точки зрения победителя, а с точки зрения человечности и человеческого отношения к этим событиям. На сегодняшний день там находится мемориал в Хитокатсу, стальное панно, вывито 5000 фамилий русских моряков, полторы сотни фамилий японских моряков. Это те жертвы, которые остались на дне Цусимского пролива. Во время своего похода экипаж яхты «Отрада» в составе 7 человек почтили память погибших моряков не только на Цусиме. Они также подошли к месту гибели экипажа рыболовецкого судна «Восток», который затонул в январе этого года. В честь памяти моряков, не вернувшись к родным берегам, славянские их смены выпустили в море венки. Почтить память наших погибших моряков – это уже, в общем-то, главная задача наша была, чтобы туда не просто так прогуляться пошли, а вот именно возложить венки, почтить память, и мемориальную доску мы туда привезли еще, памятную доску. Ради этого только одно было, стоило идти. Ну и, конечно, опыта набирались. После такого исторического похода сотрудники Центра «Семь океанов» решили продолжать эту традицию, но уже с привлечением славянских детишек. Намерение у нас твердое – сделать этот поход ежегодным. Но не только там, скажем, поход в одну сторону, туда-обратно, а расширить его, расширить культурными связями. Есть у нас детские коллективы творческие, у японцев есть детские творческие коллективы. Попасть на Цусиму очень просто. Из Владивостока до Пусана ходит паром, летает самолет, а из Пусана до Цусимы, до Хитокацу, ходит катер на подводных крыльях. Поэтому вот этот культурный обмен, если он будет налажен и будет организован, это будет очень большая вещь и будет очень интересно. Насладиться морскими пейзажами – бескрайнее синее море, закаты, рассветы и нежная голубая гладь океана. Увидеть все это своими глазами теперь стало возможным для славянской молодежи. Центр морской подготовки «Семь океанов» готов принять к себе всех желающих обучиться морским видам спорта. А вот оказать посильную помощь и поддержку в осуществлении всех задуманных планов организаторов центра может любой желающий. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.